К сожалению, тоже должен констатировать, что на сегодняшний день, наверное, мы не достигли того, чего мы хотели в таргетной терапии. Те иллюзии, которые питали нас, наверное, в первые годы, они, в общем-то, на сегодняшний день не оправдались. И понятно, что до сего дня метастатические распочки являются смертельным заболеванием. А наша игра в препараты, в какой линии, в первой, во второй, в общем-то, не так сильно изменяет судьбу наших пациентов. То, что, в общем-то, мы наглядно и видели. При этом нам-то нужно работать и делать с каждым пациентом свое дело. И то, что мы каждый раз обсуждаем, во всяком случае, в Санкт-Петербурге абсолютно далеко от реальности. Мы живем в повседневной жизни. И даже зная четко стандарты, порой трудно определиться с той терапией, которую просто даже хотелось бы, может быть, назначить, но возможности такой нет. Конечно, мы знаем, что, во-первых, имеется разный прогноз пациентов с метастатическим раком почки. Они по-разному живут в соответствии с этим прогнозом. И также показано, что, в принципе, все-таки таргентная терапия несколько изменила для продолжительности жизни этих пациентов. И видно, что у пациентов хорошего прогноза к 2009 году практически выживаемость выросла на 10 месяцев, промежуточным на 4 и плохого прогноза на 2 месяца. А также вот это чередование, увеличение линий проводимых терапии, оно также влияет на продолжительность общей выживаемости больных. И видно, что чем больше линий терапии нам удается провести у больного, тем больше он проживет. С другой стороны, возможно, он проживет не потому, что нам удалось провести, а потому, что болезнь позволила провести то количество линий терапии, 2, 3 или 1, в зависимости от того исходного состояния. Мне кажется, что трагизм рака почки на сегодняшний день заключается в том, что в отличие от многих других локализаций, в частности, пристательной железы, мы вообще не имеем даже намека на какие-нибудь молекулярные предиктивные факторы, на которых могли бы основывать выбор той или иной терапии. То есть мы идем на сегодняшний день от клинических исследований, от организированных исследований, с высокой степенью доказательности, но мы идем от препарата к больному, а не от больного к препарату, не от процесса, как в общем-то происходит во многих других локализациях. Возможно, именно такой подход изменит терапию, а возможно, другое направление лечения, которое мы услышим в следующем докладе, будет более перспективно. Тем более, что оно, как и положено все в природе, развиваясь по спирали, возвращается к той самой иммунотерапии, о которой тоже уже несколько слов было ранее сказано. Итак, мы прекрасно знаем и понимаем, что у любого больного метастатическим раком почки рано или поздно разовьется резистентность к проводимому лечению, обхоль будет прогрессировать. Патогенетически очень важно, что в отличие от токсической химиотерапии мы можем иметь два сценария развития. Действительно, с первоначальным ответом опухоли, когда опухоль уменьшается в размерах, уменьшается число метастазов, с последующим развитием резистентности и прогрессированной дальнейшей болезни. Либо второй вариант – через стабилизацию, что как раз и характерно, антиангенгенной терапии и является особенностью, которую мы отметили в первые годы начала применения этого лечения. И вот эта стабилизация может быть ничем не хуже прямого, в том числе полного ответа, как фактора продолжительности жизни. Какие же все-таки факторы могут влиять на развитие резистенции? Первое – это активизация других проангиогенных факторов. Это могут быть и другие биологически активные молекулы, а могут быть и другие факторы непосредственно ангиогенеза, которые взаимодействуют с рецепторами тирозин-киназ, так как все используемые нами препаратами все-таки являются мультикиназными ингибиторами и обладают различным спектром блокирования рецепторов. И поэтому другой препарат с другим профилем возможности блокировать тирозин-киназный рецептор может быть эффективным у пациента, у которого уже применялись подобные препараты. Переориентация клеток костного мозга, которые включаются непосредственно в ангиогенез и в опухоль, и дают возможность развитию сосудистого русла и прогрессированию болезней. Активизация перицитов, которым сейчас много внимания уделяется, – это полипатентные клетки, которые являются очень важным звеном формирования нового сосудистого русла. И вот их более активное поведение, как по сути стволовых клеток в этом процессе, является очень важным фактором прогрессии. И последняя возможность почечноклеточного рака – это непосредственный рост опухоли вдоль сосудов. Ему не нужно уже в этой ситуации создавать собственное сосудистое русло, а он использует то, что уже есть, и инвазирует непособственно по межсосудистому пространству, осуществляя захват новой территории, где уже есть коммуникации для поддержания его жизни. Вот те механизмы, которые, в принципе, в основные сегодня описываются в плане развития резистентности. Группа больных, которая получила первую линию лечения, она, в общем-то, гетерогенна. И не только по прогнозу заболевания, но и по тому лечению, которое они уже получили. То есть мы настолько имеем большой арсенал, что к нам может прийти пациент, как получающий первой линии цитокина, таких пациентов Российской Федерации, наверное, абсолютное большинство, как и ингибиторы теразинкинас, также после приемнения с Хемсбеоцизумабом, и также, в том числе, после ингибиторов МТОР, конечно, это у пациентов с плохим прогнозом. И сразу скажем об этой группе, что дальнейшее лечение может быть в основном только в рамках клинических исследований, как крупных, так и, может быть, каких-то местных, где могут рассматриваться какие-либо линии, вторая линия лечения. Наиболее, еще раз повторю, распространенная, наверное, группа больных, получавшие цитокины. И действительно, сарафениб, наверное, это первое исследование, одно из первых исследований второй линии терапии, показал свою эффективность в сравнении у 903 пациентов после цитокинов, где было показано все-таки увеличение общей выживаемости, но только в той ситуации, когда были цензурированы больные, которые перешли из группы плацебо в группу получения сарафенибы. То есть эти больные, по сути, были исключены, и в этой ситуации действительно было продемонстрировано уже достоверное различие общей выживаемости этих больных. Когда было прямое сравнение, то таких достоверных различий в выживаемости сарафениб без плацебо показано не было. Ну вот то исследование Аксиса, о котором Псих Борисович уже все сказал, по большому счету, но, тем не менее, действительно здесь, в этом исследовании, наверное, утверждать что-либо обратное, потому что общая выживаемость, к сожалению, ни в одной из групп больных достоверно не отличалась нечего, хотя, конечно, безрецидивная выживаемость, как в группе пациентов, получающих цитокины, так и, как дальше, пациентов, получавших сарафениб и сонитениб, отличалась. Еще одно исследование второй линии после цитокинов – это пазапониб, которая была группа в этом исследовании, пациентов, которые получали цитокины, 202 пациента, они рандомизировались, получающие пазапониб и плацебо, как положено поэтически на сегодняшний день норму, действительно пациенты из группы прогрессирования переводились в группы, получающих лекарственный препарат. И было показано увеличение времени без прогрессирования в пользу пазапониба, что тоже делает препарат перспективным для второй линии терапии. Таким образом, на сегодняшний день, если ссунировать те основные результаты исследований, которые есть на сегодняшний день, действительно, наверное, два препарата, которые мы можем на сегодняшний день применять во второй линии после цитокинов – это окситениб и сарафениб, наверное, с ожидаемой одинаковой общей выживаемостью в результате проводимой терапии. Вторая линия терапии после бивоцезумаба. Здесь результатов исследований значительно меньше, каких-то четких рекомендаций, наверное, нет, но все-таки результаты исследования Аверонка, где исследовали в первой линии бивоцезумаб, лечение дальше продолжалось в обеих группах, как в группе бивоцезумаба, так и в группе интерферона тирозинкеназами, ну и, в общем-то, были показаны достаточно хорошие цифры общей выживаемости этих пациентов на приеме тирозинкеназных ингибиторов. Также в исследовании Аксис, если вернуться, была небольшая группа пациентов, которые получали бивоцезумаб, и действительно для них в этом исследовании было показано, что сарафениб, наверное, для этих пациентов во второй линии был более предпочтительней, чем акситениб, тогда как все остальные пациенты имели большее предпочтение непосредственно к группе пациентов. То есть в этом исследовании действительно продемонстрировано предпочтение только для пациентов с афрофенибом, только в группе получавших ранее бивоцезумаб. Ну и последняя группа больных в отношении первой линии лечения – это те, кто уже принимали в первой линии ингибиторы ВГФР. И, по сути, тоже два патогенетических механизма, которые рассматриваются в выборе второй линии лечения. Первый – это блокировка альтернативных сигнальных путей, ну и, естественно, это блокировка МТОР. И второе – это повторное применение ингибиторов ВГФР, когда мы рассчитываем то, о чем я уже сказал, на различный профиль, на различную способность блокировать рецепторы различными препаратами. По сути, мы на сегодняшний день уже должны изначально планировать три линии терапии. И, наверное, в идеальной ситуации с самого начала, с первой линии, мы уже должны где-то предполагать все три последующие этапа лечения. Они на сегодняшний день, наверное, могут быть изображены вот в такой схеме. Однако, по сути, ни одно исследование не показало, кроме у пациентов плохого прогноза, что возможно применение ингибиторов МТОР в первой линии. Эффективность такого подхода показана не было, и поэтому, в общем-то, третий вариант, наверное, на сегодняшний день может не рассматриваться. Поэтому основной задачей является определить первые, по сути, первые две линии. Понятно, что начинаем мы с ингибиторов ВГФР. И дальше, что все-таки более предпочтительно, назначение ингибиторов МТОР или ингибиторов Тирозин, Кеназ. Ну, Иролимус в этом исследовании показал увеличение безрецидивной выживаемости. Однако, исследование РЕКОРД нерепрезентативно в связи с тем, что группа включаемых пациентов была очень разнородна. Они получали различное число линий лечения, и поэтому оценивать его как вторую линию терапии, наверное, невозможно, потому что этих пациентов было всего 21%. Но, тем не менее, в субгруппах была показана разница тех, кто принимал одну или две линии, естественно, в пользу тех пациентов, у кого предшествующая терапия была минимальна. И также показано отсутствие достоверных различий общей выживаемости в общей группе пациентов. Но, в общем-то, это может быть с приличными цифрами выживаемости, когда оценивались по критериям прогноза. Ещё одно исследование, о том, о котором уже было сказано, в сравнении терсоролимуса с серафенибом. Опять же, всё-таки оно подтвердило большую целесообразность в последовательности применения теразин-кинас, а не ингибиторов МТОР. Поэтому, наверное, ингибиторы МТОР во второй линии на сегодняшний день применения не целесообразны. И следует их оставлять на третью линию у пациентов хорошего и промежуточного прогноза. Ещё раз возвращаясь к исследованию АКСИС, о том, о чём было подробно сказано, здесь было практически больше половины больных, которые получали сунитениб. И в этой группе больных, как ещё раз повторюсь, что безрецидивная выживаемость действительно была в пользу АКСИТИНИБа, но общая выживаемость не отличалась. Однако, очень важно отметить, что в этом исследовании общая выживаемость впервые, наверное, среди многих исследований была продемонстрирована более 31 месяца и действительно была предпочтительнее у пациентов хорошего и промежуточного прогноза. Если говорить о частоте общих ответов, то всё-таки частота общих ответов в два раза была выше в группе АКСИТИНИБа по сравнению с СЕРФИНИБом. Таким образом, во второй линии после ингибиторов тирозинки нас целесообразно назначение, наверное, второй линии тех же ингибиторов, но с возможной опцией как АКСИТИНИБ, так и СЕРФИНИБ. Ну, если возвращаясь к стандартам, то в лечении после цитокинов мы видим, что АКСИТИНИБ и СЕРФИНИБ имеют практически одинаковый уровень доказательности после цитокинов, тогда как всё-таки во второй линии терапии после тирозинки нас АКСИТИНИБ и уровень доказательности несколько выше по сравнению с СЕРФИНИБом. И в рекомендациях ЭСМА СЕРФИНИБ стоит как препарат возможного выбора терапии второй линии. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы есть? Спасибо. 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 Спасибо.